Добрый вечер! События недели в информационном выпуске программы «Северный Сахалин». Авиарейс АХ «Хабаровск» планирует возобновить организационные вопросы сейчас в стадии решения в правительстве Сахалинской области. Открытые занятия, тренинги и мастер-классы в АХЕ проходит неделя молодого педагога. Охвачены все образовательные учреждения городского округа, включая сельские. В городском парке в рамках проекта «Наш парк» на деревьях появились новые кормушки. Изготовили их дети, родители и педагоги образовательных учреждений. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Сахалинские власти прорабатывают вопрос о возврате субсидированных авиарейсов между АХО и Хабаровском. Губернатор Валерий Лимаренко поручил Министерству транспорта возобновить авиасообщения по этому направлению. Полеты должны начаться уже в марте. В период пандемии все межрегиональные авиаперелеты осуществлялись только через областной центр. Это позволило удержать заболеваемость в самые тяжелые месяцы и долгое время не допускать распространения коронавируса на территории Сахалинской области. Важным фактором в этой борьбе стала массовая вакцинация, которую островной регион начал одним из первых в стране. Теперь постепенно возвращаемся к прежнему образу жизни. Глава региона считает важным в течение месяца вернуть сообщения между АХО и Хабаровском. Поручение Валерия Игоревича Лимаренко восстановить рейс АХО-Хабаровск. С марта месяца мы планируем это сделать. В настоящий момент проводится отбор авиакомпаний, которые будут осуществлять эту перевозку. Начнем с небольшой частоты выполнения полетов и затем будем наращивать совместно с авиакомпанией, которая отберется, до той частоты, которая необходима для удовлетворения потребностей АХИ и АХИНЦ. Планируем держать цену, это регулируемая перевозка, регулируемая цена на авиабилет в пределах 6 тысяч. Напомним, прямые рейсы из АХИ в Хабаровск и обратно приостановили из-за пандемии и ее последствий еще в прошлом году. Возобновление полетов по направлению позволит значительно повысить транспортную доступность северной части Сахалина, а также значительно сэкономит пассажирам время в пути. Решения о возобновлении авиарейсов из Ноглик и Шахтерска в Хабаровск будут прорабатываться отдельно. АХИНСКОЕ ЦРБ приглашает посетить школу здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Занятия состоятся в актовом зале городской поликлиники. Школа организована Сахалинским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики в режиме онлайн. В рамках одного курса проводятся пять занятий, на которых люди знакомятся с тем, что надо знать о сахарном диабете, как вести самоконтроль при сахарном диабете второго типа, о питании при данном заболевании, о том, какая необходима физическая активность, какой проводится медикаментозное лечение. Курс из пяти занятий будет проводиться и повторяться в течение всего года. Первое занятие состоится уже 3 февраля в 10 часов в актовом зале Ахинской центральной районной больницы. В Ахе закончилась неделя молодого педагога. Учителя со стажем и молодые специалисты проводили открытые занятия, участвовали в тренингах, давали мастер-классы. В рамках недели молодого педагога в Ахинском районе в школах и детских садах провели более 60 мероприятий. Это открытые уроки, тренинги, коллекционно развивающие, индивидуальные занятия, квесты, мастер-классы, викторины, выставки, выступления, семинары, презентации и внеклассные мероприятия. Охвачены практически все образовательные учреждения городского округа, в том числе школа детский сад села Тунгор и школа-интернат села Некрасовка. Я считаю, что неделя молодого педагога очень полезна. Для себя я взяла такие педагические техники, как рефлексия в конце урока, многие нюансы для себя взяла, и на начало урока, как к тему преподносить. Полезной информации очень много, да, потому что у всех подход разный к своим занятиям, к своим мероприятиям, то есть идеи разные, интересные у всех. Неделя молодого педагога проводится для поддержки талантливых, творчески работающих молодых педагогов, мотивации их профессионального и личностного развития. Мероприятия призваны создать условия для адаптации молодых специалистов, расширить общение в педагогической среде молодых педагогов и педагогов-наставников. Я уже как молодой педагог, у меня уже опыт работы 4 года в этой должности. Приехала сама из Биробиджана сюда своей семьей, устроилась в детский сад номер 5 «Звездочка» учителем-логопедом. На таком мероприятии уже не первый раз. И в прошлом году были, и в позапрошлом году были. И сама давала уроки, открытые занятия давала. Я участвовала во многих конкурсах, и педагогический дебют, и педагог года. То есть я уже такой молодой педагог с опытом небольшим, так скажем. И в этом году мне выпала честь не показывать открытое свое занятие, а провести целое мероприятие, которое называется «Город мастеров». Дебя педагога, она включает в себя, как правило, это какие-то педагогические направления, например, связанные именно с обучением. То есть молодые педагоги, специалисты молодые, даже будущие педагоги, они посещают занятия, уроки, мастер-классы, тренинги психологов. Они участвуют в каких-то интеллектуальных играх. Это нужно для того, чтобы немного раскрепостить педагогов, которые только вот пришли работать, чтобы они не думали, что работа педагога – это тетради, это конспекты, это какие-то подготовки к конференциям, семинарам и все остальное. То есть это просто какой-то отдых своего рода тоже, что мы обмениваемся опытом, что мы делимся своими какими-то любимыми делами. Неделя молодого педагога прошла успешно и плодотворно. Это хорошая возможность обмена опытом между молодыми специалистами и педагогами со стажем, а также прекрасная площадка для отработки профессиональных навыков. В Ахе на базе Дома детства и юношества будет создан муниципальный опорный центр. Задача – как можно большему количеству детей предоставить качественное дополнительное образование. Подробности в репортаже. В России одной из приоритетных задач государственной образовательной политики является развитие дополнительного образования детей. Сегодня в стране формируются современные региональные системы дополнительного образования. Принципиально новым в этих системах является создание регионального модельного центра и муниципальных опорных центров, в том числе и в Сахалинской области. Они создаются в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» – национального проекта образования. С 9 января 2020 года начал свою работу региональный модельный центр дополнительного образования детей в Сахалинской области и был основан как структурное подразделение областного центра для школьной воспитательной работы. В целях осуществления организационного методического аналитического сопровождения, мониторинга, развития системы дополнительного образования детей в Сахалинской области, а также координации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. Муниципальный опорный центр на базе Дома детства и юношества будет создан для того, чтобы ввести персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Это новая система финансирования доп. образования, предоставляющая возможность детям, используя бюджетные средства, обучаться бесплатно в любой организации дополнительного образования, в том числе и частной. Она гарантирует соблюдение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию за счет закрепления за ним возможности оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств. Планируется, что к 2022 году не менее 25% детей будут получать дополнительное образование на основании сертификата, а доля муниципальных образований Сахалинской области, внедривших систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составит не менее 50%. Администрации городского округа объявлен тендер на проектирование первого в районе приюта для безнадзорных животных. Планируется, что в нем будут помещения и клетки на 90 животных, 70 собак и 20 кошек. На проектирование и изыскание предусмотрено 6,3 млн. рублей. Проект должен соответствовать строгим требованиям. В нем должны быть отдельные помещения для карантина животных, медицинский блок с операционной и стационаром, прогулочный дворик, вольеры и клетки для содержания животных, кухня, склады лекарств, корма и дезинфекционных средств, площадка для складирования умерших животных, а также крематор. Необходимо разработать проект подъездной дороги, размещение сетей вода и электроснабжения. Кроме того, предусмотреть благоустройство территории. Документы должны быть готовы к осени нынешнего года. В АХИ 28 января в читальном зале городской библиотеки должны были пройти общественные слушания по объекту шлама-накопитель адапту моря. Навстречу пришли заинтересованные ахинцы, которые предварительно изучили проектные материалы и готовы были обсудить воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду. Люди пришли со своими предложениями и возражениями, но слушания не состоялись, так как докладчик не смог приехать в АХУ. 28 января из-за непогоды отменили все рейсы АХА Южно-Сахалинск. Общественные слушания перенесены, а дате проведения ахинцев уведомят через местные средства массовой информации. В городском парке в рамках проекта «Наш парк» прошел конкурс кормушек по кормите птиц зимой. В нем приняли участие образовательные учреждения города. В городском парке прошел конкурс по кормите птиц зимой. Приняли участие в нем образовательные учреждения АХИ. Задания получили дети, но строительство столь серьезных в конструктивном плане изделий взяли на себя также мамы, папы и воспитатели. Кстати, воспитанники детского сада «Буратино» кормить птиц начали еще в декабре. Мы приходили, приносили сюда вместе с ребятами, вешали кормушки, сыпали туда зернышки. У них столько было впечатлений, они такие были счастливые. И, в общем, все хорошо. Это уже второй раз присоединились. А вот в четвертой Ахинской школе домики для птиц учащиеся строили сами на уроках труда. Ежегодно наши школьники на уроках столярного дела делают кормушки, домики для птиц. И уже четвертый или пятый год подряд мы выходим в январе, феврале и марте, развешиваем кормушки, кормим птичек и делаем такое доброе дело. В парк сегодня принесли кормушки разных размеров, форм и цветов. Сделаны они также из самых разнообразных материалов. Но в основном это, конечно же, дерево. Самый экологичный из всех. Никита Бибик, руководитель местного отделения партии «Единая Россия», отметил, что шефство над городским парком члены партии взяли еще много лет назад. Их силами несколько раз в год здесь проводятся субботники. А мероприятия, подобные сегодняшнему, теперь планируют проводить каждую зиму. Здесь еще только ведутся благоустроительные работы. Здесь появляется наш красивый стадион, здесь сейчас готовятся дорожки, тропинки. Но парк, понятное дело, он был когда-то таким местом отдыха, местом сбора ахинцев. И мы хотим, чтобы это место снова стало таким как бы объединяющим наш город. Поэтому мы здесь сейчас стартовали с цикла тех или иных мероприятий. В прошлом году, еще осенью, мы провели здесь под эгидой местного отделения, был проведен конкурс рисунков, краски осени. Сейчас следующий этап, мы проводим конкурс кормушек. В этом конкурсе участвуют, на него отозвались образовательные учреждения нашего района. Я очень рад, что родители, дети, работники учреждения активно в эту работу включились. И наш городской парк украсит красивые, интересные, разнообразные кормушки для птиц. Благодарственными письмами наградят все учреждения, чьи воспитанники и представители приняли участие в конкурсе. Следующим этапом проекта «Наш парк», разработанного единороссами совместно с Ахинской администрацией, станет конкурс снежных фигур и различные спортивные соревнования. А мы предлагаем вашему вниманию любительскую зарисовку, предоставленную детским садом «Буратино». Спасибо. Птицам холодно зимой, я не прошу их петь. Птицам холодно зимой, и я крашу им хлеб. Они могли бы улететь в те страны, где тепло, Но ведь они и остались здесь, а значит им не все равно, Что здесь есть ты, что здесь есть я, что здесь родная их земля. И несмотря на то, что снег, они мечтают о весне. Я так хочу открыть окно и птиц домой впустись, Но понимаю лишь одно, что все к их неместись. Они могли бы улететь в те страны, где тепло, Но ведь они и остались здесь, а значит им не все равно, Что здесь есть ты, что здесь есть я, что здесь родная их земля. И несмотря на то, что снег, они мечтают о весне. Скорей бы кончилась зима и лето к нам пришло, И птицы будут петь тогда, а им находить зерно. Они уже не полетят в те страны, где тепло, Они остаться здесь хотят, а значит им не все равно, Что здесь есть ты, что здесь есть я, Что здесь родная их земля. И позабыв холодный снег, они споют нам о весне. Что здесь есть ты, что здесь есть я, Что здесь родная их земля. И позабыв холодный снег, они споют нам о весне. В следственном отделе ОМВД России по Ахинском району находится в производстве уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное деяние инкриминируется 23-летнему жителю райцентра. На сегодняшний день сотрудниками полиции установлена его причастность к семи фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога в период с 16 октября по 18 декабря минувшего года. Сахалинец задержан, злоумышленник проникал в частные хозяйственные постройки, собирал пригодные для горения предметы и поджигал их. Следствием проведены проверки показаний на месте преступлений и иные следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Своими действиями подозреваемый причинил потерпевшим ущерб на сумму свыше миллиона рублей. 27 января Россия отмечает день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ахинском краеведческом музее открыта предметно-документальная выставка «900 дней, 900 ночей» о страшных днях смерти, голода, отчаяния и мужества жителей Ленинграда. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны. Одной из трагичных страниц истории является блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаяния и мужества жителей северной столицы страны. Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а это произошло 27 января 1944 года, в Ахинском краеведческом музее открыта предметно-документальная выставка «900 дней, 900 ночей». В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбежки вражеской авиации уничтожали людей. Дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. 8 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером того же дня небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. За годы блокады погибло, по разным данным, свыше 1 миллиона человек. Огромный ущерб был нанесен историческим зданием и памятником Ленинграда. На нашей выставке представлены документы, фотографии тех, кто жил в эти нелегкие годы в городе на Неве. Кто с оружием в руках защищал этот город. Таисия Васильевна Туренко в годы войны жила в блокадном Ленинграде. Сбрасывала фугаски с крыш домов во время обстрелов. Принимала участие в Великой Отечественной войне. В составе батальона прошла по фронтовым дорогам от Сталинграда до Люблина. В Ахе работала в Сахалинском отделении в Нигре. Кандидат геолого-минералогических наук. Имела награды Орден Отечественной войны второй степени. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Медаль Жукова и юбилейные. Татьяна Ивановна Озерова с 1943 по 1946 год служила в Ленинграде. В военно-морском флоте в 142-й роте в звании сержанта. Охраняла склады военно-морской базы с продовольственными запасами. Имеет награды Орден Отечественной войны второй степени, медаль за оборону Ленинграда и юбилейные. В нашей экспозиции представлены документы Иванчиной Людмилы Петровны. В блокаду она потеряла родителей, жила одна, затем у знакомых. В 1944 году награждена медалью за оборону Ленинграда. Людмила Петровна многие годы работала в институте Сахалин-Непимурнефть. За годы работы была награждена медалью за доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина и юбилейными. Здесь же в экспозиции, посвященной прорыву ленинградской блокады, посетители смогут ознакомиться с рисунками Петра Ивановича Егорова, датированные 1916-1937 годами. Петр Иванович – житель блокадного Ленинграда. Во время войны работал на Балтийском судостроительном заводе. В один из декабрьских дней ушел на работу и не вернулся. Умер от голода. Его рисунки привезла на Сахалин и долгие годы хранила его дочь Иванчина Людмила Петровна. В Великую Отечественную войну существовала карточная система. По карточкам отоваривали продукты и хлеб, но в Ленинграде она не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. В экспозиции представлена норма хлеба в блокадном Ленинграде – всего 125 грамм. Мы приглашаем всех жителей и гостей города в Ахинский краевический музей познакомиться с нашими экспозициями и познакомиться с историей города. Погружение в виртуальную жизнь – одна из самых серьезных проблем нынешнего поколения, считает руководитель хореографического ансамбля «Данс-холл» Анастасия Бачкова. В отчетном концерте коллектива эта тема стала главной, а сам концерт прошел в минувшие выходные. На сцене районного дворца культуры состоялся отчетный концерт хореографического ансамбля «Данс-холл». В этом году традиционные мероприятия посвятили теме живого общения. Анастасия Бачкова, руководитель коллектива, воспроизвела в отчетной программе «Детство прошлых лет». Со сцены ее воспитанники рассказали в танце, как изменилась жизнь детей с появлением интернета. Виртуальный мир ни в коем случае не сможет заменить живое общение. Любите, живите, общайтесь, читайте книги, ходите в кинотеатры, навещайте родных и близких, Дарите счастье людям вокруг вас, отложите гаджеты и оглянитесь вокруг. Может быть, именно в эту минуту кто-то очень в вас нуждается. Под руководством молодого талантливого руководителя сегодня занимаются 56 человек. Это совсем юные участники, малыши от трех лет, но основной костяк, конечно, дети и подростки до 17 лет. В отчетной программе гости, родители и творческие педагоги посмотрели художественные достижения юных танцоров за прошедший год. Концерт подарил массу ярких впечатлений не только зрителям, но и главным героям мероприятия – участникам хореографического ансамбля «Данс-холл». И далее в нашей программе новости спорта. С 27 по 29 января в областной спортивной школе водных видов спорта в Южно-Сахалинске прошло первенство области по плаванию. В соревнованиях прилили участие 233 спортсмена из Южно-Сахалинска, Корсакова, Хомска, Ахе, Ноглик, а также спортсмены из Владивостока, Комсомольска, Наамури, команду Ахинской спортивной школы представляли 20 пловцов. Из них чемпионами Сахалинской области стали. Третье место заняли Никита Золотухин. Трижды Ольга Соловьева дважды, Кирилл Жуков дважды, Игорь Мельник, Дарья Цурикова, Мария Мельник и Ольга Гонтарь. Всего в копилке ахинских пловцов 35 медалей различного достоинства. 10 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. И на этом у меня все новости. С вами была Татьяна Яникеева. Всего вам доброго. С вами была Татьяна Яникеева.